День. Люди. События. День 23 апреля. В первой половине XIX века в России значительно возросло число газет и журналов, увеличились их тиражи, но из всех преобладали издания консервативного направления. 11-23 апреля 1836 года в Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала «Современник», основанный А.С. Пушкиным. Раздел поэзии первого номера содержал стихи Пушкина, Жуковского, Виземского, Давыдова, Боротынского, Тючева и других авторов. В разделе прозы основное место занимали произведения Пушкина, Гоголя, Тургенева, а также рассказы других авторов, статьи Давыдова, Виземского и Адаевского. Поскольку журнал издавался в тяжелых цензурных условиях, произведения авторов постоянно запрещались, некоторые пропускались урезанными или с искажениями. Помимо стихов и прозы, в журнале публиковались критические, исторические, этнографические и другие материалы. После гибели Пушкина в 1837 году «Современник» издавался в пользу его семьи группой друзей во главе с В.Жуковским, где в этот же год были опубликованы неизданные ранее произведения Пушкина, «Медный всадник», «Русалка», «Араб Петра Великого» и другие, а также произведения Жуковского, Лермонтова, Виземского и Ершова. С 1838 года журнал переходил к разным издателям, и регулярность выхода номеров часто нарушалась. В 1845 году «Современник» перешел Некрасову, который привлек в журнал Тургенева, Гончарова, Герцена, Толстого, также там печатались переводы произведений Дикенса, Сент и других западных писателей. В 1847-1848 годах стиль журнала определяли статьи Белинского, в которых он критиковал современную действительность и пропагандировал революционно-демократические идеи. Политическая реакция и преследование цензуры осложнили работу редакции, но «Современник» продолжал выходить. Наиболее яркими в истории «Современника» стали 1854-1862 года, когда журнал возглавили Чернышевские Добролюбов и печатали там свои произведения. Тогда «Современник» вел резкую полемику с либеральной консервативной журналистикой, будучи преимущественно политическим изданием, причем революционной направленности. Смерть Добролюбова и арест Чернышевского в 1862 году приостановили работу и выход «Современника», но уже через год Некрасову удалось возобновить издание, и он продолжал оставаться лучшим из демократических журналов. В эти годы в нем был опубликован роман «Что делать?» Чернышевского, реалистические произведения Салтыкова-Щедрина, Слепцова, Решетникова, Успенского и других русских писателей-публицистов. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.